Всем привет! Мы сегодня поговорим о психологии, о родительстве. Я не знаю, насколько эта тема зайдет вам, но все равно у меня срезовая аудитория на канале 20-45-50 лет женщин. Это средний возраст, и как правило от этого возраста всегда у нас есть какие-то дети, семьи и так далее. То есть вопрос вот этого родительства, материнства и всего прочего, он актуален по сути для моей аудитории. Не знаю, есть ли у аудитории этот запрос. Но мне хочется рассказать, у меня были такие запросы неоднократно, и, пожалуй, посвящу этому видео. О том, как правильно переживать кризисы развития вашего ребенка. Как реагировать, как себя вести, как что нужно вообще делать, чтобы это происходило органично. Не навредить своему ребенку, себе, не испортить отношения. Вообще это относится к любым возрастным кризисам развития ребенка. То есть если ему годик, 3-7 лет, а если он подросток, там, не знаю, 12-13 лет, если это уже взрослый человек, и даже, минуточку, когда этот человек настолько взрослый, что заводит ваш ребенок в свою семью, делает свой выбор, выбирает себе партнера, который, может быть, вам не нравится, да, или с чем очень часто встречаются родители с синдромом опустевшего гнезда, это то, когда наши дети обычно заканчивают университет, занимаются своей личной жизнью, карьерой, то есть от нас отрываются, и мы, родители, остаемся без реализации. На самом деле вот это отпустить ребенка и синдром опустевшего гнезда касается тех людей, которые родители, это, кстати, мужчины и женщины, неважно полугендерная принадлежность человека, это те родители, которые реализовывали себя через воспитание своих детей и их развитие. Давайте вот с этого конца начнем. Очень важно знать, что мы не реализовываем себя через воспитание наших детей. Заслуги наших детей, успехи учеба, первые шаги, он держит ложку, он академиком стал, хорошо учится в институте, он играет на гитаре, он супер, там, не знаю, актер, или он тяготит, там, не знаю, пианино, фортепиано, игре, вундеркинд вообще и так далее. Это не наша заслуга вообще. Это заслуги и регалии самого ребенка, его труда, его способности, его этапов развития, этой гармоничности. Да, наш вклад, естественно, есть. Мы родили этого ребенка, создали ему социальную базу, мы создали ему социальный вот этот вакуум-шар, в котором он живет, существует. Благодаря нам это все происходит. И в конце концов, если бы мы его ни зачали, ни родили, его бы на свете, правильно, не было. Но это не наша заслуга. Я понимаю прекрасно, что вы имеете на это право, это некие ваши ковришки, да, за потраченные бессонные ночи, дни, трудности, которые вы переживаете. Но это заслуги ребенка, не ваши. То есть мы не поднимаем свою самооценку за счет заслуг, успехов другого человека. Это может быть не только ребенок, это может быть ваш муж, например, ваши родители. Почему это делать не нужно? Ну, потому что вам от этого только. Им вообще, этим людям, кто может быть примерами, им без разницы, страдать будете от этого вы. Когда ребенок от вас отделяется, становится максимально самостоятельным, вы теряете вот этот элемент, за что мне добирать свою самооценку, за что мне гордиться. Повода не будет. То есть заслуги ребенка, очень часто родители некоторые, у кого проблемы с самооценкой, кто не реализуется, мы можем услышать такие фразы. А вот мой там-то, там-то живет, у него такая-то работа, он такой мне молодец. В общем, нахваливают, нахваливают своих детей и очень сильно гордятся заслугами их. Это окей, как бы это неплохо, да, но это ситуационно, сиюминутно, вы от этого счастливее супер не становитесь. То есть вам это доставляет радость, но вашу проблему с самооценкой вашей внутри вас не меняет. Вот вы про это проговорили, похвастались, тема закрылась, а внутри вы до сих пор остались не удовлетворены собой, например, своей самооценкой. У вас какие-то проблемки, вопросики к себе есть, вот я про что. То есть проблему внутри вас это не решит, я не запрещаю вам это делать, пожалуйста. Так вот, как же к этому не скатиться, чтобы не зарабатывать баллы за счет достижения своих детей, вообще помогать им переживать кризисы? Кризисов очень много, откройте детскую психологию или возрастную психологию. Они на самом деле все базовые, по возрастам расписаны, но немножко там колеблется на самом деле. То есть плюс-минус там несколько месяцев, полгода, если мы возраст смотрим. Это зависит очень от многого, от социальной жизни ребенка, от его физических изначально данных, психических тоже. То есть здорового ребенка нет, или может задержка у него быть, развитие и так далее. Как он живет, как с ним общаются, любят его родители, не любят, кстати, тоже туда входят. Это у нас эмоциональный интеллект ребенка, чувства, эмоции, переживания и все прочее. Как его воспитывают в семье, не запрещают, например, все, эмоции жестко как-то. Естественно, ребенок, когда будет закрытым больше, не будет делиться своими ощущениями. В общем, не про это сейчас, да? В общем, на самом деле, весь секрет быть хорошим родителем, которому потом ребенок скажет спасибо, очень просто. Первое, мы ребенка любим таким, какой он есть. Второе, мы его принимаем со всеми его проблемами, косяками, недостатками, индивидуальными особенностями и так далее. И третье, безопасность. Мы должны давать ощущение ребенку безопасности и защиты. Это лучше водить вообще с самого раннего возраста, когда ребенок от вас, скажем так, отделился, он начал ходить, сам держит ложку, кушает, какие-то вот такие элементы обрабатывает. Ну, вообще, в идеале, это три года, когда его можно отдавать в садик, когда у него кризис вот этого «я сам» происходит. То есть, это уже все отделившиеся от вас автономная субстанция, назовем так. И ребенок в этот момент, в три годика вот этот кризис, что у него происходит? Он понимает, что он сам все может. У него есть, он встречается со своими желаниями и понимает, что он сам может удовлетворить свои желания. Я хочу то-то съесть, условно, подошел, взял, съел. Я хочу, не знаю, поиграть в игрушку, подошел, взял, поиграл, пораскрашивал, там, не знаю, пластилином полепил уже и так далее. В общем, это тоже от уровня ребенка развития зависит. Но, в общем, вы понимаете, он сам себе хозяин. И уже с этого момента, по сути, вы наблюдатель в отношениях с ребенком. То есть, мы его принимаем, любим и даем защиту, поддержку. Все, вот три просто базы. Больше от вас, по факту, вот такого в общении с ребенком ВКонтакте не нужно. То есть, мы ему позволяем допускать ошибки, учиться на своих ошибках, позволяем ему взрослеть, позволяем ему испытывать новые ощущения, интересы свои удовлетворять. Принимать его с неудачами, жалеть его, когда он плачет. И просто давать ему чувства, у вас вообще, как пластинка, заевший старый граммофон, должны быть фразы. Мама рядом с тобой или родители. Я тебя люблю. Я тебя все равно люблю. Или там ребенку можно сказать, знаешь, когда я на тебя ругаюсь, или там какие-то конфликтики происходят. Или я, например, где-то повышаю голос и так далее. Помни, я тебя все равно люблю. То есть, мы даем защиту. И принятие ребенка, что вы любите любым, в любых ситуациях его принимают всяким. С плохим поведением, с хорошим, с плохими действиями, с хорошими и так далее. Всегда говорим фразу. Я тебя люблю всегда. Помни, что мама всегда рядом. Или я всегда здесь. Даже если меня где-то рядом нет, я всегда о тебе думаю. Или фраза, ты всегда в моем сердце. Эти фразочки очень простые и банальные. Но ребенку очень нужно их знать, просто чтобы они были на подкорке записаны. С самого рождения. Чтобы он чувствовал, что вы не бросили одного с проблемой. Что вот он упал, шел, гулял с ребятами в лужу, промочил ботинки. Не знаю, трогал дохлую крысу на помойке, где-то шлялся или еще что-то. Опоздал там. Пришел позже восьми вечера, как договаривались. Да, его поругают, но его любят в этом доме. Его не выставят за дверь. Его поругают, но потом скажут, что ты знаешь, я тебя все равно люблю. Как правильно вообще вот этот процесс воспитания, скажем так, ругания проводить? Мы говорим, не орем, не срываемся. Говорим спокойно. Произошло то-то, то-то. Ты сделал то-то, то-то. А правила были вот такие-то, такие-то. Поэтому после этого-это, ты нарушил правила, у тебя будет такое-то наказание. То есть ребенок должен заранее знать, что у него будет наказание, если он это нарушит. Когда это произошло, потом вы все равно его обнимаете, целуете и говорите, я тебя все равно люблю. Несмотря на то, что мы сейчас с тобой поговорили, что произошло, какой казус был. Благодаря этому очень легким моментам, это вообще ерунда просто, это очень легко сделать. Вы делаете доверительную тату-линию между вами и ребенком, и он будет к вам приходить с проблемами, рассказывать, доверять вам. И вы будете знать всегда, где ваш ребенок, что с ним происходит. Он от вас стоит, не будет. А если мы уже берем возраст постарше подростковый период, там немножко меняется фокус, но суть такая же. Вы все равно принимаете, любите своего ребенка, вы все равно его принимаете с его гормональными загонами, с его новым я, своим я-становлением, с его мнением. Извините, он тоже член семьи, он имеет свое мнение и имеет на это полное право. И вы также наблюдаете рядом, что он творит какую-то дичь, но вы его все равно при этом любите. Где-то наказываете, ругаете, обсуждаете, но потом вы ему все равно говорите, я тебя все равно люблю, я тебя все равно принимаю. Окей. А проблемы какие? Родители подавляют своих детей. Не хотят, чтобы дети взрослели или не хотят сами перестраиваться под новых взрослых детей, которые становятся старше. Не хотят индивидуальность ребенка принимать и позволять, что у ребенка есть свое мнение в семье. Он может об этом сказать. Не говорит, что вы должны бежать и делать, что ваш ребенок говорит, подросток, и как хочет. Но если у вас ребенок приходит со школы, и у него конфликты с учителями или с другими детьми или еще что-то, и учителя супер, они всегда будут говорить о том, что они не виноваты, от вас ребенок, вы с ним не можете т-та-та-та-та-ты нагнать на вашего ребенка будут. Вот в идеале в этот момент мы что ребенку даем? Защиту, поддержку, принятие и любовь. И говорим, расскажи с твоей стороны, что там произошло? А почему у вас конфликт? И послушайте, что ваш ребенок вам скажет. Возможно, у него есть свое «я», которое не хотят слышать учителя. Возможно, он им чем-то не нравится, тем, что он стал иметь свое мнение. Но с этим вообще очень большие проблемы, кстати, в обществе. Обращайте на это внимание. Ни в коем случае не отталкивайте вашего ребенка, а принимайте. Ну, я, конечно, не говорю про всякие насилия, затыльники, наказания физические. Это вообще история неприемлема. Я знаю, почему это происходит. Потому что, к сожалению, изначально, когда не выстроено правильное общение, родители очень быстро... Это вообще любое физическое воздействие, наказание. Это слабость родителя, который не смог с собой совладать. Он слаб в этот момент и переходит к физическим действиям каким-либо. Это вообще неприемлемо. Потому что вы не физически наказываете ребенка делать ему больно. Это само собой. Вы в первую очередь унижаете его морально. Вы выстраиваете иерархию, которая подавляет его мнение. Вы тут же просто перерезаете эту ниточку доверия, с которой к вам приходят в проблемы, рассказывают о чем-то. Вам ничего рассказывать не будут. Вам приходить не будут. Потому что у ребенка сразу формируется страх. Унижение — это никто, а родитель — все, его надо слушать. Страх того, что ты придешь, тебя еще побьют, накажут, ты еще виноват окажешься. Поэтому вообще моменты шлепнуть по попе, дать под затыльник или что-то подобное — это вообще неприемлемо. Это искореняется с самого, не знаю, возраста а-ля там 2-3 года или еще что-то, когда еще ребенок не может до конца выразить себя, сказать то, что он хочет или может, психует от этого сам, а вы срываетесь на него физически или как-то там нервничаете. У вас вопросы к себе должны быть. Пожалуйста, ребенок здесь не виноват. Он не может себя выразить, потому что он еще не созрел. Он еще не научился это делать. А вы-то уже, кстати, на двух ногах ходите, детей рожали, работу какую-то работали. То есть вы уже адекватный взрослый человек, на ногах стоящий. Так это вы должны вообще-то опускаться, скажем так, к ребенку и спрашивать, а как тебе помочь? Что сделать? Это ваш шаг должен быть как взрослого человека, умного, опытного и так далее. А не орать и срываться на вашего ребенка. Надо решать проблему, а не выпускать так свои эмоции. Но очень часто в этом мы просто повторяем наших родителей, которые поступали точно так же. Это же самое всегда у нас простое. Поэтому хочу подытожить, как правильно переживать кризисы ваших детей, как себя вести и быть хорошим родителем. Чтобы потом вам ребенок сказал, я так тебя люблю, или ты такой мне хороший, это классно, что я родился в этой семье у вас, мама или папа, ты такой хороший, вообще спасибо тебе за все. Это очень просто. Любим, принимаем его любым, в любых ситуациях и поддерживаем. Чтобы ребенок чувствовал, что ему есть куда прийти, куда пожаловаться, что за ним стоят родители, в какой бы он ситуации сложной не оказался. Вот и все. Три золотых правила. И будет вам счастье. И отделяете себя от ребенка, позволяете ему делать ошибки, позволяете ему искать что-то новое, позволяете высказывать его мнение. Принимайте мнение вашего ребенка, учитывайте его в семье. Тогда он будет чувствовать себя уверенным в себе, с хорошей самооценкой будет. Это будет целеустремленный, сильный, взрослый в будущем человек, который знает, чего хочет, не стесняется своих желаний и не боится предпринимать каких-то действий, брать ответственность, будет рисковать своей жизнью и добиваться успехов в профессиональной и личной деятельности. Вот и все. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Пишите ваши комментарии на эту тему, что вы думаете, какой вы родитель, как вас воспитывали ваши родители, что вы от них получали. А если они вас травмировали, как вы потом эти травмы во взрослой жизни прорабатывали, боролись, и как вы вообще сейчас последствия разгребаете от воспитания ваших родителей. Очень интересно будет это почитать. Спасибо за внимание. В инфобоксе под видео моя почта. Кто хочет прислать свою историю анонимно для разбора видеоответа на канале, пишите историю анонима в теме письма. Кому нужна моя персональная консультация, психологическая, пишите консультация в теме письма. И в инфобоксе также ссылка на телеграм-канал «Самые свежие новости Турции». Спасибо за внимание. Всем пока. Продолжение следует...